Весь мир следил за погружением, а затем за поиском исчезнувшего с радаров экипажа батискафа «Титан». Субмарина «Овшен Джейд» перестала выходить на связь 18 июня, примерно через 1 час 45 минут после погружения. На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, в которой участвовало около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. На протяжении трех дней спасателям не удавалось установить даже примерное местоположение «Титана». Судно не могли найти даже после наступления точки невозврата, времени, когда на батискафе по расчетам закончился кислород. Он был рассчитан на 96 часов, но по информации The Wall Street Journal, сверхсекретная система акустического обнаружения военно-морских сил США зарегистрировала взрыв в Атлантическом океане. В четверг, 22 июня, компания Ocean Gate, которая организовывала тур к обломкам «Титаника», по данным береговой охраны США, объявила экипаж батискафа «Титан» погибшим. На борту находились 5 человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник», а также генеральный директор и основатель Ocean Gate – «Стоктон Раш». Контр-адмирал береговой охраны США Джон Мойгер заявил, что в ходе спасательной операции обнаружено 5 крупных обломков батискафа в 200 и 400 метрах от затонувшего «Титаника». Характер повреждений указывает на то, что на судне произошел взрыв. Причина взрыва – имплозия батискафа. Из-за давления воды судно с людьми сжало, как железную банку. Так как глубина, на которой пропал со связи батискаф составляла 3000 метров, поэтому смерти было не избежать. Давление воды было сравнимо с тем, если бы на судно упала Эйфелева башня. Сам же «Титаник» затонул и покоится на глубине почти 4000 метров. Медицинский эксперт из Международного университета Флориды пришла к выводу, что экипаж погиб в миллисекунду быстро и безболезненно, не успев даже осознать, что на борту есть какая-то проблема. Возможность обнаружить останки тел погибших будет маловероятна. Сила взрыва была такой сильной, что установить последовательность событий может быть очень сложно. Разрушение батискафа и гибель пассажиров могли произойти из-за накопившихся проблем, в том числе с целостностью корпуса, усталостью материала корпуса, микротрещин, рекомендацией глубины погружения. По некоторым данным, стекло люка выдерживает глубину только до 2000 метров. Ведь даже самая маленькая микротрещина в корпусе под давлением воды приведет к неизбежному. Разгерметизации судна, а затем взрыва. Но один из экспертов, Конин, предупреждал Стоктона Раша, что использование аппарата «Титан», у которого не было сертификации, может привести к трагедии. В мире всего 10 частных подводных аппаратов, которые могут погружаться на глубину 4000 метров и более. И все они сертифицированы, кроме этого самого смертоносного аппарата компании Ocean Gate. По словам сооснователя Ocean Gate Expedition Гильермо Санлейн, на месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть и месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло на самом деле. Продолжение следует...